Здравствуйте, с вами Ольга Паршина. На юг Дальнего Востока выходит китайский циклон. До Приморья дожди дойдут уже вечером. Днем во Владивостоке 21, облачно с прояснениями. А в Хабаровске ближайшие три дня будут прохладными. На уровне плюс 15. И в четверг здесь не обойдется без дождей. В Иркутске осадков нет. Но эта отметка пока не достигнута. Ближайший максимум плюс 12. А вот в выходные потеплеет почти до плюс 20. В Новосибирске и Омске уже 18. Но ночи на юге Сибири очень холодные. На грани заморозков. Урал в четверг успеет насладиться заключительным летним теплом. В Екатеринбурге 21, но местами уже с небольшим дождем. А на европейскую территорию дожди наступают с севера, но пока не слишком агрессивно. Погода испортится в Мурманской области, в Республике Коми и на Волговятке. В Архангельске осадков пока нет и довольно тепло. Плюс 16. В Калининграде мягкие 23. И отличная солнечная погода. Настоящий бархатный сезон. Тот же нежаркий балтийский антициклон будет определять погоду и в центре. Великое засухо продолжается. Днем будет 20-25. И в Нижнем Новгороде тоже около 20. Облачно с прояснениями, без осадков. А вот Казань заденет атмосферный фронт. Здесь не обойдется без дождя, но будет теплее 23. Такая же температура ожидается в Ростове-на-Дону. На фоне отсутствия осадков пожарная опасность снова чрезвычайная. А в Крыму и на Кавказе местами пройдут небольшие дожди. В Севастополе 24. В Сочи 26. В Санкт-Петербурге в четверг около 20. Переменная облачность, без осадков. И в Москве солнечно и сухо. Днем пока 21-23. Наслаждаемся последними теплыми деньками. О погоде на завтра в студии Ирина Полякова. Здравствуйте. У меня информация прогностического центра «Метео». На юге Дальнего Востока очередной циклон помогает разворачиваться осенью. Атмосферное давление в его центре падает, так что весь его ненастный арсенал только совершенствуется. Завтра дожди от юга Забайкаля. К пятнице накроют еще более мощными вплоть до юга Хабаровского края Приморья. И ветер очень сильный и холодный. В Забайкале заморозки. Но это Хабаровск. Завтра там плюс 16, а в пятницу не выше 12 градусов. Но надежда на тепло еще остается. В Сибири этот план уже осуществляется. Антициклон прекращает дожди уже и в восточной половине. Это сразу будет способствовать росту температуры. И в этих районах тоже. До 22 градусов, которые завтра планируются в Тюмени, далеко, но приближение явно будет. И завтра в Красноярске все-таки уже плюс 14. А в Иркутске пока плюс 10, но выходные должно разогреть почти до 20. На Урале сейчас так тепло. Дождь местами слабый. Больше себя осадки проявят в пятницу в южных областях. И на европейской территории России появился атмосферный фронт с дождями. И за ним, кстати, прохладный воздух. В четверг дожди от северных районов доберутся до Костромской и Ивановской областей, по Волге вплоть до Казани. И там с пятницы начнется понижение температуры. В центре и на северо-западе оно более плавное. Ветер там тоже поменяется на северный, но осадки не планируются пока. И в Орле не планируется. Вот плюс 16 в воскресенье с большой вероятностью. На этой стране завтра дождей заметно меньше. Можно говорить о небольших, кратковременных местами. Ну а температура очень спокойная. В Петербурге завтра максимальная температура воздуха плюс 20. Без осадков. В Москве пока плюс 24, но к воскресенью чуть ли не на 10 градусов холоднее. Вот так, таким жестоким образом атмосферные процессы приведут температуру в норму конца сентября. В начале следующей недели заморозки возможны. Нас ждет в ближайшие дни, узнаем у Ирины Поляковой. Она присоединится к нам из метеостудии. Ирина, все без изменений. Холода наступает, тепло отступает? Да, прогнозы не меняются. Сегодня буду говорить о похолодании с еще большей уверенностью. Аномально теплый период подошел к концу, но тепло не улетучивается совсем. Оно благополучно переедет на восток. Теперь вместо европейской территории летний всплеск в Центральной и Южной Сибири. Сильно обделенный теплом до этого. Ну, такая атмосферная справедливость. Ну, а на русской равнине очень уж большого холода и не будет. Температура просто придет в норму. Ну, или чуть-чуть перестарается. И это лишь после нашего затянувшегося лета покажется прохладой или даже холодом. Итак, на европейской территории России сегодня начался процесс смены влияния на погоду привычного нам очень теплого антициклона. Это он переползает в Сибирь на влияние свежего североевропейского. Если не считать и не смотреть на прогностические карты, это можно понять из-за того, что ветер теперь будет северо-западным, а не южным. Ну, а атмосферное давление пока так и останется высоким. А вот это падение может быть не очень решительное, но многозначительно. Именно в воскресенье, в ночь, на понедельник центр остынет сильнее всего до заморозков. И все это без осадков. Но по северу русской равнины они есть и будут. А завтра по востоку долетят до Казани. И в Кирове уже максимум плюс 18. Но в Черноземье в центре еще до 25. На юге до 25. Дожди с грозами остаются в прогнозе для Крыма. А еще и для республик Северного Кавказа. И для Черноморского побережья Краснодарского края тоже. И ветер сильный. И возможно образование смерчи. А в Петербурге завтра не выше плюс 20. В Москве максимум 22. Для начала. Спасибо. На связи из Метеостудии. С нами была Ирина Петровна. Здравствуйте. С вами Наталья Золотова. На юге Дальнего Востока активизируется циклон. Мощные ливни обрушатся на Забайкалье и Амурскую область. Еще через сутки на Хабаровский край и Приморье. Северный ветер усилится до штормового. И в Чите плюс 13. Еще один циклон на Камчатке. Острова в его тылу. Там тоже осадки. И везде понижение температуры. Осень хорошо чувствует себя и на севере. В Якутии, в Магаданской области и на Чукотке. Нередкость мокрый снег. Температура продолжает падать. В Якутске плюс 8. Ночью минус 1. А вот в Сибири осеннее настроение скрашивает антициклон. Теперь уже весь юг. В его малооблачной погоде температура растет. В Иркутске еще плюс 10. А в Красноярске до плюс 15. На юге Западной Сибири уже недалеко до плюс 20. На Урале еще выше. Небольшой дождь возможен лишь в северных районах. А в Екатеринбурге без осадков и плюс 21. На севере Европейской части оформится атмосферный фронт. Он дотянется до Поволжья. Там не исключены грозы. И в Нижнем Новгороде посвежеет до 22 градусов. В центре снова до 25 и без осадков. На северо-западе тоже сухо, но ветер северный. И в Пскове 21. Похоже, и на северные дождя подрастет. Дождей поубавится, но и тепла станет чуть меньше. В Санкт-Петербурге около 20, без осадков. В Москве снова солнечно и 23-25. Здравствуйте, с вами Наталья Золотова. На европейской территории России начинается поэтапная кропотливая перестройка атмосферных процессов. Гребень антициклона все еще защищает от осадков большую часть средней полосы. Но север уже свободен для циклонов. В Мурманской области в четверг пройдут дожди. При этом тепло плюс 15-20. В Архангельске плюс 16 и пока без осадков. А на северо-западе температура опустится до 21-23 градусов. Но солнце по-прежнему в достатке. Здесь территория Балтийского антициклона. Благодаря ему солнечная погода сохранится в центре и в Черноземье, где после смены ветра уже не жарко, но еще удержатся летние 20-25. А дожди пройдут только местами в Костромской области, а также в Татарстане, на Волговятке и в Придуралье. В Кирове похолодает до 18. На юге атмосферное давление только растет. Для Придонья это означает очередное обострение пожароопасной обстановки. К счастью, былой жары уже нет. В Ростове-на-Дону и в Луганске 23-25. Такая же погода в Крыму, местами с небольшим дождем. Они локально пройдут и на Кавказе. В Сочи и в Краснодаре плюс 26. В Санкт-Петербурге в четверг около 20 градусов. Переменная облачность без осадков. И в Москве никаких дождей. Завтра еще 21-23. А в воскресенье похолодает до 13-15 градусов. Потихоньку готовимся к осени. Сегодня в столице, как говорят синоптики, последний жаркий день этого сентября. Уже завтра температура воздуха начнет понижаться. Надеемся, что плавно и до конца недели будет еще достаточно тепло. Так, лето узнаем у Виктории Черниковой уже в студии. Виктория, приветствую. Ну что же, уже пора пересматривать гардероб. Насколько сильно похолодает? Ну, пока похолодает не очень заметно. Осень дает нам время морально подготовиться. Но в футболках и шортах комфортно будет уже не всем. На место привычного жаркого антициклона приходит антициклон со скандинавским, более прохладным характером. Ветер меняется на северо-западный. И завтра в Подмосковье до сегодняшних 25 градусов температура поднимется только на юге. В остальных районах будет 21-23. В Москве днем до 23, ночью около 10 градусов тепла. Что остается стабильным, так это полное отсутствие осадков. Даже климатическая осень, которая придет в завершение недели, сопровождаться дождями не будет. Благодаря этому воскресенье по области нельзя исключать первые заморозки. Но призываю не думать об осени, пока погода позволяет еще донасладиться летом. Да, а потом мы же будем привыкать к другим температурам. Спасибо, Виктория Черникова, о погоде. Продолжение следует...